Здравствуйте, уважаемые зрители, коллеги и все, кому интересно наши совместные передачи вместе с Хасаемом Магомедовичем Алиевым. Сегодня мы проводим новую беседу, надеюсь, она будет для вас также интересной и продуктивной. Безусловно, тема, которую мы сегодня выбрали, она довольно специфична, но в наше время она достаточно актуальна. Называется она «Жизненное пространство личности. Границы, ресурсы и перспективы». И я, наверное, начну сам сначала, а потом постепенно мы перейдем к очень важным вопросам. Мы, Хасаем Магомедович, будем уже не только дополнительно больше раскрывать из того, что будет весьма важным с точки зрения того, что несколько, казалось бы, теоретически изначально, но как есть. Для начала, что такое «Жизненное пространство личности»? Это та самая нехорошая булгаковская квартира, которая имеет свои квадратные метры, но когда мы в нее погружаемся, мы понимаем, что она на самом деле безгранична. Но это «Жизненное пространство личности» впервые предложил Корт Левин, и он определил это так, что это результат структурирования мира в нашей голове и выделения в нем некоторой значимой и тесно связанной собственными интересами и стремлениями области или областей. Для каждого это «Жизненное пространство» немножко свое. Для кого-то «Жизненное пространство» довольно ограничено. По Корту Левинов, «Жизненное пространство» начинает расширяться в подростковом и юношеском возрасте, а ближе к пожилому возрасту начинает сужаться. То есть расширение «Жизненного пространства» связано с тем, когда человек более активен, более взаимодействует с внешним миром, более его активно познает. И в данном случае можно выделить в этом «Жизненном пространстве» два уровня. Это реальный уровень «Жизненного пространства» – это реальные проблемы, реальные ситуации, реальные события, которые происходят как в «Жизненном пространстве», так и в физическом, и в социальном мире. И второй – это реальный уровень, который чаще всего наполняется страхами, фантазиями, желаниями. И очень важно то, что кто-то, допустим, люди невротического склада более склонны существовать в реальном мире, в котором им бывает даже гораздо более интересно жить, нежели чем в реальном. Потому что реальный мир бывает довольно страшно опасен. Но на самом деле есть сферы жизни, которые Курт Левин называл сферами свободного движения или пространством свободного движения, то есть те области, где они себя чувствуют очень хорошо. Это могут быть профессиональные области, это могут быть области увлечений, то есть это то, что важно для человека, то, что является ресурсом, то есть пространство свободного движения. Но под влиянием некоторых эмоциональных, физических напряжений, ощущение утраты безопасности, болезней, тяжелых болезней, возникает регрессия жизненного пространства, и оно довольно сильно может уменьшаться. Часто оно может уменьшаться даже в пределах больничной палаты у некоторых людей, что бывает довольно существенно. То есть здесь этот момент весьма важен. И часто это может приводить и к некоторой дезинтеграции этого пространства. Поэтому, конечно, само понятие жизненного пространства, оно для нас крайне важно. Другой момент, на который мы должны особое внимание обратить, так как у каждого это пространство несколько свое, что по возможности это пространство должно иметь несколько сфер, несколько страт, которые для каждого человека должны быть немножко свои. Я всегда объясняю, в наше время однолинейности быть не может. То же самое. Одного высшего образования в наше время быть не может. Почему? Потому что мы живем в том обществе, где мы уже все давно стали мультиинструменталистами. В любом случае, работать и понимать с позиций разных подходов, разных наук, разных концепций, это очень важно и очень существенно. Когда человек застревает только после одного какого-то направления, он также начинает ограничивать свое жизненное пространство. И вот в данном случае некоторое расширение этого жизненного пространства важно и даже необходимое. Мало того, оно помогает от выгорания, от эмоционального или профессионального выгорания. Самое страшное, когда тот же самый врач в поликлинике на протяжении этого количества лет занимается одним и тем же. Самое страшное, когда преподаватель в университете на протяжении многих лет читает одни и те же лекции. Это очень страшно, потому что человек выгорает, он понимает, что в принципе ничего нового нет. Вот я по своей природе очень ленивый человек, поэтому я не люблю читать одно и то же. То есть для меня важно, я редко читаю, редко в лекциях повторяюсь. Почему? Потому что из лени. Просто не хочется этого делать с точки зрения лени, потому что каждый раз есть какие-то новые сферы, которые могут быть более интересны. Но это частный случай, просто здесь важный момент, что разные сферы в жизненном пространстве личности должны быть. Второй момент, на который я обращаю внимание, это то, что когда-то я назвал ментальный гельминт. Ну, звучит не очень красиво, хотя и на самом деле тоже не очень красиво. Это ограничивающие установки, которые часто для людей становятся некоторыми гипнотическими установками на многие годы, иногда на всю жизнь. Вот это те самые установки, которые даются близкими людьми в детстве, в подростковом возрасте. Это близкие люди, это родители, это родственники, это друзья, часто это учителя, ну и так далее. Соседи могут быть. Отдельные установки очень надолго запоминаются. И самое страшное, они реализуются, они сидят на уровне подсознания, и человек неосознанно их реализует. Свою пытность еще в прошлом десятилетии я их разбил на несколько кругов. В частности, это тематики жизни-смерть, осознание возмездия за все, семейные отношения, детско-родительские отношения. Но на самом деле их коллекция у меня довольно огромная, появились новые, вот, допустим, есть у меня записи этих отрицательных установок. И здесь их много, но дело не в том, просто коллекция пополняется практически ежедневно, к сожалению, могу сказать, объясню. Очень часто родители из добрых побуждений хотят своего чада предостеречь от ошибок. Но, как говорил наш достопочтенный Виктор Степанович Черномольдин, хотели как лучше, получилось как всегда. Вот, и в данном случае очень часто бывают подобные установки. Я просто их немножко прочитаю. Допустим, жизни-смерть, ну, такие установки. Учитесь, пока я жив. В переводе. Я скоро умру, или я хочу умереть, но вначале я вас помню, чтобы вы потом жалеете. Ну, я даю сразу перевод этого обозначения. Или ради семьи я жертвуюсь собой. В переводе означает. Я формально хочу найти виноватых в моей смерти, в моей семье. Или жизнь пройти не поле перейти. Жить непросто, во всем много трудностей. Ну, кстати говоря, и с точки зрения соматики, нагрузка на ноги, то есть варикосы и прочее сюда тоже очень хорошо идёт. Здесь очень интересно, в своей бытности я оказался в метрополенке. В Москве есть магазин «Молодая гвардия», и там в разделе «Кулинария» я нашёл книгу Сомерсетта Моэма, которая называется «Пироги и пиво». Ну, я, конечно, рассмеялся, потому что это роман, и к кулинарии отношения не имеет. А поговорка следующая «Life is not only early in cakes». Жизнь не только пива и пироги. Жень пройти не поле перейти, Жень вообще штука сложная. Либо же кататься, либо и саночки возить. Ну, некий эпилептоид отнёс всё это дело именно к кулинарии. Ну, что же делать, эпилептоидам, наверное, это свойственно. Да я их не ругаю, потому что они любят классифицировать, но иногда их классификация для меня довольно своеобразна. Ну, война и мир, военные науки. Мать – это либо к невербальной лексике, либо к материнству можно отнести тогда в разделе книжного магазина. То есть это вот точно совершенно преступление и наказание к юридическим наукам. Эпилептоидам две дни куда это относится. Ну, дальше. Допустим, от этого курева ты сдохнешь. Это должен курить, это должен умереть, потому что ты куришь. Да прекрасная установка, в кавычках, прекрасная. Чтоб ты сдох. В переводе буквально перевод – умри животные. Потому что люди умирают, а животные подыхают. И смотрите, чтоб ты сдох, что это означает? Ты должен умереть, так как ты мешаешь мне жить, если перевод буквально. Или еще одно умри живет. Всю жизнь горбачиваюсь. Установку на трудную жизнь, на развитие горба. Дальше. Осознание возмездия за все. Такие бывают довольно специфические установки. За все нужно платить. Перевод. Я за все расплачиваюсь, я откупаюсь от чувства вины. Кстати говоря, этот сценарий весьма специфичен. Когда откупаются, значит, действительно, это довольно длительное время в семье на протяжении нескольких поколений может развиваться. Такой довольно интересный случай. Дальше. Терпи и молчи. Боль, страх, обиды, переживания. Боль, страх, обиды, переживания, чувства вины. Есть еще одно. Стесни зубы и терпи. Кстати, большой придет стоматолог. Это тоже очень важный момент, потому что зубы и стираются, и идет нагрузка большая на зубы. А в детстве у таких людей часто зубы и двигаются во сне. Допустим, скрипят зубами. Вот классический пример. Это как раз сюда. Вот эти поговорки, казалось бы, эти пожелания, они очень хорошо работают. Они слишком сильные и слишком агрессивные. Или, допустим, такая установка. Все дается трудно. Вот жизнь, удовольствие дорогое и непонятно. Я не распроезжаю собственной жизнью и должен страдать от того, что двигаюсь вперед. Вот опять же, я часто привожу этот пример. Пришла ко мне клиентка и сказала, я страдаю от того, что не могу выйти замуж. Я на нее посмотрел, улыбнулся и сказал, что мешает выйти замуж и продолжить страдать. Вот она задумалась. Потому что в ее сценарии страдание – это ключевое. Если она не замужем, она страдает. Если она будет замужем, она будет страдать. Но если муж слишком хорош, прекрасный принц на белом коне, тогда что она сделает? Она сбежит от него, потому что она его недостойна и будет страдать от того, что она недостойна его. Или она будет жить с ним, потому что она его недостойна, или он её недостойный, но всё равно будет страдать. Обратите внимание, ключом является страдание. Установка именно такая. Очень много людей живут согласно этой установке. Это та установка, которая ограничивает жизненное пространство человека очень сильно. Установка как раз на страдание. Кстати, и с точки зрения переживания боли, болезни и так далее, это тоже страдание. Или, допустим, такие. Меня тошнит от этого человека. Нежелание принимать ситуацию, но установка на частое ощущение тошноты. Люди действительно часто говорят, что их тошнит. Я говорю, а что вам в детстве говорили? Объясняют. Вот, допустим, меня тошнит от этого человека. Я говорю, знаете, у русских есть ещё такое определение – тошноти. Да, человек, которому всё время тошнит. Вот как раз сюда. Или такая установка. Мне не нравится красиво, ребят. Перевод. Я должна наказывать себя за то, чтобы такая непривлекательная. Ну и, соответственно, искать тех, которые некрасивы. Или, условно говоря, недостойные. Семейные отношения. Тоже очень много тараканов. Мужчина, у кого родилась дочь, не мужчина. Для мужчин это довольно специфическая. Бывает установка, их бракотелы называют. И тогда, в принципе, следующий перевод. Если я мужчина, я должен значать сына. Либо я не мужчина. Да, вот установка, на самом деле, на что бы были направлены? На дуектор. Такая специфическая игра. И кто-то принимает, а кто-то не слишком. Я знаю и те, и другие случаи. Ещё один пример. Не будешь уметь готовить борщу, идёт муж. Я, помню, взглянул на женщину, которая сказала это, описывая свою мать, которая ей в подростковом возрасте дала эту установку. Бросил взгляд на безымянный палец её правой руки. Там было золотое кольцо. И задал вопрос. У меня второй брак, она сказала да. Я говорю, а первый муж ушёл, она говорит да. Я говорю, а борщу готовить умеете? Она поморщилась, говорит, умею, но не люблю. Я говорю, вы теперь поняли, почему я спросил про второй брак? Потому что ваша мать сдала установку. Ты должна выйти замуж, и муж должен от тебя выйти обязательно, потому что ты что-то не умеешь. Она выполнила эту команду. А потом появился второй муж, но больше она не любит готовить. Почему? Потому что какие-то выводы сделала, но не осознала. На самом деле довольно интересно. Следующая установка, часто матери такую дают. Мне по жизни муж не нужен. То есть если появляется мужчина, он либо уходит из семьи, либо умирает. Тоже сценарий очень специфический, на самом деле. Ты плохая хозяйка. Отсюда перевод, что женщина для себя что говорит. Я неполноценная женщина, или ей не интересен домашний порядок. Или, допустим, любви нет, есть только то, как с мужчиной вести быт. Допустим, я не умею, не хочу быть любимым, не хочу любить взаимоотношения с мужчиной, свожу в дом решения бытовых проблем. Или всех нас не любят свекрови. Вот классический пример. То же самое. То есть если я свекровь, то надо меня не любить. Классический пример. Кстати, если мы говорим о отношениях, очень похожая подруга всегда обманет. Поэтому если у женщины появляется подруга, она должна обмануть. Потом удивляются у нее клиентки, почему подруги обманывают. Выходим как раз на подобных ментальных гельминтов. Мать когда-то говорила, обычно родители это говорят себе. То есть они детям объясняют те истины, которым они прошли сами. Но они понимают того, что через эти установки они детей программируют на повторение того, от чего они хотят детей предостеречь. Вот это проблема. Дальше. Детско-родительские отношения. Очень специфические. По тебе тюрьма плачет. Безусловно. Программа на то, что человек должен получить субъект. Следующее. У тебя никогда ничего не получается. Перевод. Не пытайся ничего делать. Да бездарен. Ты не обмехан. У тебя шило в одном месте. Ты не усидчивый. Ну а вторая установка. Он на геморрой. Он туда идет. Или на престезию. Или на геморрой. Следующий момент. Ты не сможешь. Это не для тебя. Не высовывайся. Нам это не дано. Перевод. Ты бездарность. Не надо ничем интересоваться. Не пытайся. Не проявляй себя. Прячься от самостоятельности. Это нужно только подчиняться и соглашаться. Или никому нельзя доверять. Перевод. Не доверяй людям. Не доверяй себе. Прячься от жизни. И прячь от жизни все. Или допустим. Вы все дураки. Я наслаждаюсь собственным величием. А вы должны чувствовать вину за то, что вы невеликие, как я. Ну, обычно, вот вы все дураки. Часто бывает подобная установка, которую дает родитель детям. Я всегда прав. Ты будешь делать, как я скажу в переводе. Мне неинтересно с тобой общаться. Я великий родитель. Еще очень страшная, на самом деле, тема. Лучше бы я вас не рожал. Это была моя ошибка. Перевод. Я не хочу быть матерью. Вы меня тяготите. Я хочу прервать свой род, жить для себя и умереть от одиночества. Красивый перевод. Но, на самом деле, страшноватый. Бывают и жемчужины в моей коллекции, которые я, наверное, жемчужинами навряд ли могу назвать, но считайте такие очень редкие гельминты. Вот один из них. Мать дочери дает такую установку. Опять же, из моей коллекции. Если на тебя будут нападать, лежи смирно, чтобы не убить. Переведу на русский язык. Ты должна быть жертвой. На тебя должны напасть. Ты не должна сопротивляться, и тебя могут убить. Как видите, сразу три посыла и очень отрицательная установка. И когда я спросил клиентку, а у вас были подобные случаи, насилие и прочее, она сказала, что были. Я говорю, вы знаете, вот мама ваша хотела как лучше. На Виктора Степановича гель. И то, что он говорил, получилось, как всегда, идеально сюда вписывается. Ну и так далее. На самом деле, таких установок очень много. И смотрите, каждый из подобных установок, я могу очень долго их перечислять, они ограничивают жизненное пространство личности довольно сильно. В результате человек боится высовываться, боится что-то создавать, боится что-то делать, боится с кем-то общаться, боится проявлять себя в жизни. И откуда это идёт изначально? Это родительские установки. Почему я и говорю, что старайтесь обязательно вычленять их в своей памяти. Они обязательно всплывают. Их очень много. Допустим, не в союзе с головой и беда у тебя с башкой. Да, вот родитель сказал ребёнку такую установку. Это мне взрослые люди говорят, вот, то, что им давали. Да, вот подумали, да, не в союзе с головой и беда у тебя с башкой. То есть они-то себе говорили, но ребёнку дали подобную установку. Или руки не из того места растут. Ну, наверное, человек пойдёт на автомат с вами. Дальше. Какие ещё здесь ситуации могут быть? Береги на чёрный день. Значит, чёрный день прежде всего, а остальное быть не должен. То есть человек более ориентируется на чёрный день. Ну, здесь очень много можно подобное говорить, вот, зачитывать подобные установки. Но самое главное, когда мы эти установки фиксируем, нужно по возможности правильно, индивидуально их переформулировать. Ну, давайте приведу несколько примеров. Ну, допустим. Никому нельзя доверять. Переформулируем. Я внутренне чувствую людей и доверяю достойно. Посмотрите, самое главное, нейтрализовать отрицательную установку так, чтобы она стала работать. Но в обратную сторону. То есть положить её. Или ещё. Ты такая же, как твоя сестра. Зачем тратить на тебя деньги, если ты всё равно просишь университет? Переформулировали. В отличие от сестры, я учусь для себя и достигаю своих целей. Обратите внимание. Начинает работать установка. Или. Мы все дураки. Переформулировали. Все люди индивидуальные. Или. Ты не такая, как они. Переформулировали. Я личность и способна менять многое, когда чувствую необходимость в этом. Ты плохая хозяйка. Переформулировали. Я творчески отношусь к быту и получаю от этого удовольствие. А на самом деле это самое главное. Потому что творческое отношение к быту иногда бывает гораздо важнее. Я всегда прав, ты будешь делать, как я скажу. Переформулировали. Я только чувствую ошибки того, кто думает, что он прав и способен изменить ситуацию. Ну и так далее. То есть вот подобные установки обязательно нужно фиксировать, выписывать у себя. Это то, что ограничивает пространство личности человека и то, что мешает ему идти дальше. Сначала мы должны эти границы несколько обозначить. А как эти положительные установки себе давать? Элементарно. Показываю. Берем любой предмет. Ну пусть будет это, допустим, давайте я покажу на примере монетки. Беру монетку, чуть выше уровня лба поднимаем, закатываем зрачки вверх, закрываем веки и мысленно проговорим эту установку. Когда человек засыпает, он закатывает зрачки вверх. Соответственно, самый простой способ достижения бессознательного, без контроля сознания, который вечно мешает, это как раз сделать подобное упражнение. Научить себя закатывать зрачки вверх, закрывать веки и проговорить мысленно про себя. Безусловно, не про кого-то от первого лица. Это установка. Положительную установку имеется в виду. Она очень хорошо срабатывает. То же самое. Человек устает, когда он устает. Закатили зрачки вверх, закрыли веки и сказали, я чувствую себя в рабочем состоянии, я с удовольствием делаю то, что мне сейчас нужно делать. Действительно получается с удовольствием. Почему? Дали программу, она работает. Только потом не забудьте обязательно через какое-то время найти день для того, чтобы отдохнуть и дать восстановиться организму. Это очень важно. Но данные установки работают очень хорошо и очень сильно. Следующий момент тоже очень важный. Это линия жизни. На самом деле с линией жизни я не буду особо перегружать. Есть у меня отдельная двойная лекция жизненное пространство личности, где я даю как раз эти упражнения. Поэтому здесь я стараюсь быть довольно кратким. Не знаю. Кажется, я слишком быстро говорю. Но в данном случае очень важно. Допустим, вы берете линейку или рисуете некую линию, на которой обозначаете первая точка вашего рождения, вторая точка, где вы сейчас находитесь, и третья точка, где вы должны будете уйти из этого мира. Точка смерти. Но традиционно люди со временем жизни особо не дружат, поэтому они ставят всегда посередине. Человеку 20 лет, он ставит посередине точку, значит, он должен прожить 40 лет. Человеку 30 лет, он ставит посередине, значит, 60 лет. 40, 80 и так далее. Это очень интересно получается. Но на самом деле еще раз это говорит о том, что мы свое жизненное время не умеем правильно воспринимать, не умеем правильно видеть и не умеем его объяснять. Именно поэтому для 20-летнего, 40-летний – это уже старик. 50-летний – это уже глубокий старик. А для 30-летнего, 50-летний – это уже не старик, что самое интересное. И вот чем человек старше становится, тем он понимает, что оказывается возраст немножко другой. Но если вы, допустим, дошкаленку или младшему школьнику скажете, что бабушка и дедушка были молодыми и были детьми, ребенок на вас посмотрит с большим сомнением и подумает, что взрослые хитрят. Они всегда были такими. Вот в понимании ребенка старшее поколение, оно всегда было таким. И никогда не были молодыми. Потому что вот так оно и есть. То есть мы свою жизнь иногда воспринимаем по-другому. Причем у людей, когда мы говорим о жизни, есть одна особенность. Две установки. Во-первых, со мной этого никогда не случится. И вторая установка, почему это случилось именно со мной. На самом деле очень трагичная вещь, потому что люди часто убирают из поля восприятия из своего жизненного пространства некоторые ситуации, потому что считают, что с другими это случится может, а с ним никогда. Это отношение к здоровью, это отношение к близким и так далее. То есть у других это может быть, а со мной никогда. А когда случается с ним, иногда задается вопросом, почему именно со мной. И вот этот момент очень специфичен. Итак, поставили эти точки. Дальше слева от рождения обозначить эти точки наиболее значимых для вас событий, которые повлияли на вашу жизнь. Ну, желательно положить отношения. Хотя иногда бывает отрицательно. В русских все-таки в поговорках не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, часто и такое тоже бывает. Все познается на контраст. Ставите эти точки и дальше, после той точки, где вы сейчас находитесь в сегодняшнее время, ставите отдельные точки, то, что вы хотите в жизни достичь, то, что для вас важно и существенно в будущем будет. Кстати говоря, здесь обращу внимание, что когда мы ставим цели, есть люди, которые умеют ставить цели и знают, что это такое, а некоторые поступают по-другому. Допустим, ко мне подходит человек, как-то раз, и говорит, а ведите меня в гипноз. Я говорю, а зачем? Он говорит, а мне прикольно. Если прикольно, засуньте пальцы в розетку. Сложно, но вы постараетесь. Понимаете, когда мы делаем что-то без цели, оно не имеет смысла. То есть любое действие должно иметь цель, иметь смысл. А часто люди говорят, я хочу чему-нибудь поучиться. Я говорю, чему-нибудь хотите поучиться, идите в одном уровне поучиться чему-нибудь. Кстати, когда я разбирал свою бытность в одной из своих книг, слоганы, которые были в высших учебных заведениях нашей страны, там, допустим, один вуз такой слоган придумал. У нас есть чему поучиться. Вот я бы не рискнул туда поступать, потому что есть чему поучиться, много чему можно поучиться, но только хочется поучиться тому, ради чего ты в вуз поступаешь, а не чему-нибудь. Вот это тоже момент. То есть должна быть цель. А там цели нет. Чему-нибудь поучиться. Или рискни стать умным. Та же самая история. Я не рискнул там становиться умным, потому что риск – благородное дело, но в вуз поступаешь для того, чтобы учиться, а не рисковать. Немножко не подумали с этой установкой, она оказалась совсем не в теме. Нам бывают разные установки. И в данном случае нужно обязательно взять из тех ресурсных событий, которые были в прошлом, из этих точек, и провести линию на настоящее, там, где вы сейчас находитесь, провести эту линию. То есть взять тот ресурс из прошлого, который когда-то вас формировал, который был для вас важным. Кстати, есть люди, которые в прошлом ничего хорошего вообще не видят, не могут вспомнить свое прошлое. Ну, люди шизоидного склада такого классического. И они говорят, я не могу себе вспомнить в детстве. Блокировка идет. Не могу себе вспомнить в детстве. Я говорю, ну, представьте, представить могу, но вспомнить не могу. Один из вариантов. Ну, хорошо. Абстрактно представьте некое событие, все равно, скорее всего, хоть что-то было, чем вы были довольны, и что было для вас важно. Может быть, хоть какое-то открытие, тогда в прошлом вы совершали для себя субъективное открытие, безусловно. Вот оттуда проведите эту линию на настоящий. Там, где вы сейчас. Прочувствуйте ее. А потом проведите ее на ту точку, которая ведет в будущем, которую вы хотите совершить. Такой мостик. То есть между прошлом и будущим поставьте. И это даст очень хорошую работу для вас с точки зрения как раз понимания происходящего. Но цели, постановка цели, к сожалению, у нас очень мало людей учат цели ставить. А когда цель человек не ставит, это артиллерист, который стреляет и говорит, на кого Бог пошлет, говорит. Вот приблизительно та самая история. Специфическая игра. Поэтому цель обязательно должна быть. Часто люди не ставят цели. Это касается поступления в вузы. Куда-нибудь поступить надо, я поступил. Часто так объясняют. Я как все поступил. Мне родители сказали, я поступил. А потом человек выбирает для себя стезю после получения высшего образования и так далее. Это другая история. Хорошо, когда человек заинтересован в получениях образования. Часто бывает, человек по жизни идет и не может себя найти. Получил профессию, она его не устраивает. Он не работает в этой профессии. Он вообще никак с ней не связан. Находит для себя новое, и она его не устраивает. Почему? Потому что нет цели. Потому что не научился ставить цели. А, соответственно, если нет цели, чего он может достичь? Если человек куда-нибудь идет, он куда-нибудь придет. Он будет недоволен, потому что он скажет, я не туда шел. Он мне скажет, куда мы шел. Что-то мне напоминает Ивана Сусани. Дмитрий Анатольевич, очень-очень интересный. Вот как раз у меня вопрос по ходу. Потому что я тут задумывался всю жизнь, как же формировать себе цели. Ну, зачем я думал мне себе цели формировать, когда я и так понимаю, чего я хочу? Например, я хотел быть летчиком. И всех ребят в 10 классе уговаривал, давайте будем летчиками. А они не хотели быть летчиками. Каждый хотел, чем он хотел. Может быть, у них было то, о чем мы разговариваем. О том, что вы говорили. Установки родительские, моды какие-то. Может быть, они книжки какие-то читали. Кто-то чем-то увлекался. Хотел, мечтал. Или что же по телевизору показывали. Про космонавтов, может быть, про моряков. Но я думал, кем же я хочу быть. Мне показалось, почему я задал этот вопрос. Вы сказали же об этом, что каждый должен жить со смыслом, иметь цель и полагание, а не жить по потоку. Как так идёт, так идёт. И потом, чтобы не огорчаться и не удивляться, что жизнь прошла напрасно. А как же эту цель себе сформировать? Вот я хотел, например, чего-то. Это и есть же цель, нет? Ну, не совсем. Вы знаете, здесь, наверное, я начну с Бориса Герасимовича Ананьева, который когда-то говорил, что начинать описание человека нужно с момента зачатия. Хотя, на самом деле, не он здесь первый был. Согласно легенде, когда так Сократу пришла молодая пара и сказала, сколько родится ребёнок, хотим его правильно воспитать, что посоветуешь. Он сказал, мы опоздали, нужно было начинать с зачатия. Смотрите, когда ребёнка зачинают уже, да, бывают два варианта. Первый вариант, когда зачинают со смыслом, когда ставят какую-то цель, хотят ребёнка и хотят видеть, условно говоря, что из него дальше будет получаться, кто будет вырастать. А второй вариант – это случайный ребёнок. Герасимов нашего мнения, Лермонтов Михаил Викторович. Та же самая история. Случайные дети, которые, ну, случайно появились. И что самое интересное, вот этой случайной жизни часто у людей идёт и через всю жизнь. Они в этой жизни оказываются гостями. Они не совсем себя здесь чувствуют и цели особых не ставят. Их базовая цель заключается в том, что, может быть, наступит какое-то положительное, хорошее время, и всё само по себе изменится. Папси, как по Хармсу. Пушкин гений, Лермонтов гений, Достоевский гений. Когда же всё это наконец кончится? Тут сразу всё взяло и кончилось. Вот та же самая история. Внезапно всё сразу изменится и будет хорошим. Не бывает такого. И в данном случае, насколько ребёнок желанный или нежеланный, уже это во многом сказывается на некоторой постановке цели. Тот, который нежеланен, может, конечно, доказывать себе и другим своё право на жизнь. Но эта цель немножко другая. Доказывать кому-то что-то. Иногда бывает интересно и важно. Но я всегда говорю, в споре истина не рождается. В споре рождаются два дурака. Спорить вообще бесполезно, потому что слышать друг друга – да, а спорить – бессмысленно. Помните у Пушкина «И не оспаривая глупца»? Да, вот это вот та самая история. Когда умный и глупый начинают спорить, начинают спорить два друга. Вот та самая история. Светлана Анатольевича, можно я немножечко уточню свой вопрос? Потому что я бы хотел именно глубоко понять, основательно, чтобы, может быть, вы объяснили. Потому что меня это очень трогает, этот вопрос. Потому что я мечтал быть лётчиком, а потом я понял, почему я мечтаю быть лётчиком. Потому что меня родители привели к одному человеку, он профессор по психиатрии, заведовал кафедрой и так далее, и говорят, вот он мечтает быть лётчиком, а вы его убедите, чтобы он был психиатром. Потому что он увлекается ещё и психологией. И нам кажется, что он неправильно мечтает, потому что он воображает то, что он хотел бы чем заниматься, в той форме, которую показывают по телевизору. То есть, как сказать, вот у меня оказывается на самом деле меня интересовала Вселенная, меня интересовало, как мозг устроен, меня интересовало быть свободным, поэтому я хотел быть лётчиком, причём испытателем реактивным, причём, чтобы быть свободным, а моряком не хотел быть, потому что море, оно ограничено, а полёты они не ограничены. Но так мне казалось. А тут, оказывается, когда мне этот профессор, пожалуй, мудрый сказал, ты знаешь, если ты интересуешься ещё психологией, там и так далее, то всё-таки тебе надо быть не лётчиком, а в мединститут поступать. Вот вы представляете, оказывается, моя мечта быть лётчиком, она была просто не целью моей, а как бы моим неправильным самоидентификацией в плане определения смысла и цели в моей жизни. Вот этот момент тонкий. Поэтому, когда ребёнка спрашивают, кем ты хочешь быть, он же не имеет, как он может писать, только имея букву АБВГД, он же не имеет других ресурсов, чтобы выставить кому-то и самому для себя цель своей жизни. И если у него нет этих АБВГД, которым он может это сформулировать, он их может сформулировать, ему это АБВГД даёт, телевидение, интернет, книги, там чьи-то разговоры, моды какие-то и так далее. Где ему взять те ресурсы, чтобы понять, чего он на самом деле хочет? Лётчиком быть или психиатром? Во-первых, слышать себя, то есть, во-первых, всё-таки он научится мечтать, и мечтать умеет не каждый. В детстве умеет каждый, постепенно это блокируется. Люди боятся мечтать, потому что может быть страшно, может быть больно, может быть неудача. А если неудача, то будет больно и страшно. И тогда не нужно мечтать, и лучше спрятаться в норку, и сидеть там будет легче. То есть первая должна быть мечта, но цель всё-таки, она довольно осознанна. Но смотрите, единственной цели в жизни не существует. Их несколько, как минимум, должно быть. И человек без цели, он опасен чем? Что он, в принципе, просто прозябает. Он просто эту жизнь проживает в пустую. Помните, жизнь моя или ты приснилась мне? Вот та самая история. Цель осознаётся, но человек должен её постепенно в себе угадать, узнать. Это процесс очень постепенный. Но вот вы верно сказали, для вас была важна свобода. Смотрите, полёт – это свобода. Отсутствие ограничений. С одной стороны. То есть ощущение лёгкости, отсутствие ограничений. Это первая черта. А потом вам сказали, что если для вас интересны ещё какие-то сферы, допустим, то же самое устройство мозга и так далее, то лучший медицинский институт, он, конечно, даёт некоторые ограничения, но с другой стороны, даёт знания, а знания тоже безграничны. И отсюда мы понимаем, ну, чем больше мы знаем, тем меньше мы, тем больше мы понимаем, чем меньше мы знаем. Опять же, вспоминаем Сократа, да, та самая история. Я знаю только то, что я ничего не знаю. И вот здесь как раз очень похоже. То есть вы эту свободу-то получили, но она стала немножко в других рамках. А со временем, в профессии своей, вы были связаны в той или иной степени и с лётчиками, и с космонавтами, и так далее. Но всё равно вы в некоторой степени это реализовали. Прямо или космонавтами. Но самое главное, сначала была мечта, потом постепенно эту цель стали для себя выстраивать. В некотором плане. Хотя она была не полностью осознанна, я предполагаю, изначально, что вам посоветовали. То есть то, что вам было более интересно. Цель – это то, что человек уже осознаёт. Я не буду говорить по поводу сдвига мотива на цель, сейчас не будем туда выходить. Да, психология? То есть здесь сейчас для нас важнее немножко другое, что целей таких у человека в жизни несколько. Единой цели в жизни не существует. Единственная цель в жизни у того человека, который чувствует своё ограничение в жизни. Ну, бывают разные ситуации. И кто-то ставит, что для меня единственная цель, которую он хочет, допустим, единственная мечта что-то достичь. Но это бывают такие случаи довольно печальные. Коммунии, впрочем, связанные. Допустим, да, когда у человека вот одна цель, которую хочет дать, то всё равно их может быть несколько. Вот. И я всегда объясняю, что для человека очень важно априори у человека присутствует потребность в смысле жизни и потребность в целях, которые он должен ставить. Без них человек не чувствует себя собой. Так же, как, кстати говоря, и потребность в вере должна быть, потому что она тоже человеку присуща. Отсутствие веры — это тоже вера. То же самое атеист, он верит в то, что Бога нет. Но это всё равно вера. Ключево не является вера. Именно вера. И вот в данном случае цели, я всегда говорю, есть две базовых цели. Важные, существенная биологическая цель продолжения рода. Некоторые её не выбирают. И вторая — социальные. Быть полезным для социума в той или иной степени. Эти две цели, они обязательны. Остальные цели идут постепенно более уже узкими, такими вот трубами. Но они тоже очень важны. Самое сложное — есть несколько техник, при помощи которых мы можем дать человеку возможность осознать, ощутить, что он достиг этой цели. И что самое интересное, постепенно человек для себя понимает, что он не этой цели хотел. Самое страшное, когда он понимает, что он достиг этого и понимает, что он не этого хотел достичь. Начинается разочарование. Очень часто такое бывает у людей, которые, допустим, диссертацию защищают, а на следующий день просыпаются и понимают, что, собственно, не к чему стремиться, неинтересно. Часто бывает у олимпийских чемпионов вот эта депрессия после того, как они уже стали олимпийскими чемпионами, потому что они достигли того, к чему стремились, а что делать дальше, не очень понятно. Цель-то уже реализована, и тогда нужно выстраивать новые цели, а это проблема. Но это как раз весьма специфическая тема. Здесь я, наверное, обращаю слушателей к книжке «Проклятие профессии» Рудольфа Загайна. Тоже персонаж достаточно интересный, очень неординарный, и, я бы так сказал, довольно сложный, но, безусловно, талантливый и очень интересный. Но не будем сейчас туда вдаваться, я большим пиететом к нему отношусь. Ну, ладно. Значит, в данном случае цели какие могут быть? Самообучение, саморазвитие, профессиональное развитие, семейное благополучие, по-разному. Для кого-то это может быть достижение чего-то более конкретного. Но на самом деле по одной технике мне участник тренинга как-то рассказал, я хочу, чтобы было ровно, все в порядке, спокойно и тихо. Я говорю, вы в курсе, что вы выбрали это в качестве цели кладбища? Он задумался, он говорит, жутковато как-то. Я говорю, нам уже выбрали, смотрите, все спокойно, ровно и тихо. Вы подумайте, послушайте себя, что вы говорите. Он говорит, жутко я не хочу. Я говорю, я понимаю. Теперь вы понимаете, что вы цель-то не тут ставите. Цель нужно на самом деле для себя поставить и понять. Вот вы достигли этой цели, что дальше? Что вы чувствуете, когда вы достигли этой цели? Чувствуете ли вы удовлетворение? Чувствуете ли вы внутреннюю радость? Чувствуете ли вы какое-то осознание того, что это для вас важно? Потому что часто цель достигнута, но человек чувствует это бессмысленно, начинает обесценивать достижение этой цели и все остальное. Поэтому цель, конечно, эта тема очень существенная. У кого нужно учиться? Во-первых, если подобное есть у родителей, конечно, у родителей. Так же, как, допустим, любить Родину невозможно научить в школе. Любить Родину – то, что из семьи идет. Либо есть, либо нет, по-иному не получится. То же самое, как этические, любые социальные чувства, такие, как любовь, такие, как мораль и так далее, они идут из детства. Можно вопрос? Дмитрий Анатольевич, а можно вопрос вот в этом русле? А если счастье человека – это быть самим собой? И если, например, цель – это осознанная, осмысленная реализация способностей человека. Если человек очень чего-то любит, например, петь, рисовать, или общаться, выступать, танцевать, там, создавать проекты, там, архитектор, что-то любит, даже с детства, может быть, у него влечение какое-то. Вот он, мальчик, любит больше, там, дома рисовать, а другой мальчик любит о спорте думать. Вот это реализация способностей в цели полагания воплощаться, видимо, должно как-то органично в его самосознании. То есть, если я любил в детстве рисовать, то, стало быть, область, где я могу воплощать свою способность, это может стать потом, как бы, ну, как бы, мое понимание сложится в том отношении, что я пойду учиться рисовать, в этот институт поступать. А если у меня есть еще другие способности, вы сказали, что не может быть только одной целью у человека, то есть, у него должно быть несколько, я тоже так понимаю, потому что чем больше любимых дел у человека, тем больше точек опор. Это есть психология победителя, потому что, если не получается что-то в одном, он черпает энергию в другом деле. Вот, когда он широкомасштабный человек, имеет много таких вот точек опоры, он более устойчивый, и поэтому вот я, например, люблю рисовать и в то же время лечить людей. Мой сын, например, психолог, тоже любит рисовать, дочка моя, психолог, тоже, она стихами увлекалась и сейчас увлекается. В общем, я понимаю так, что человек, чем больше имеет точек опоры, и тем больше у него может вырасти потом этих целей в жизни, то есть, больше уже осознанных, как, куда поступать, в институт и так далее. То есть, по существу надо взращивать у человека сознание, что он должен доверять своим желаемым видам деятельности, то есть, как относиться к себе, как говорится, с пониманием, с доверием. Вот это, может быть, надо в людях воспитывать, чтобы он, вы сказали слово вера, верить в себя может. Вот это вот, потому что, как мне это сформулировать, я чувствую, где-то мы ходим вокруг очень важного такого, вот, разностороннести. Ну, Пушкин же тоже не только стихи писал, он вообще-то, говорят, был изобретателем всех изобретений, он обо всем написал, как это ни странно. Потом, ведь все, вот даже Казьма Прутков, по-моему, писал, что специалист подобен флюсу. То есть, если человек только заточен в одно, я себе представить не могу, что спортсмен, только спортсмен, но это какая-то глупость, нелепость, неужели его больше ничего не интересует. И, наверное, поэтому он не чемпион мира. То есть, чемпион мира именно не тот, а нас раньше говорили, не разбрасывайся. Хотя у нас были дома пионеров, и кружков много было, и дети могли ходить, и там развиваться, и там развиваться, и там развиваться. С другой стороны, родители учили нас быть сосредоточенными, не разбрасываться. А на самом деле надо как-то находить вот этот вот баланс, чтобы и развиваться в разных направлениях, искать себя, и в то же время уметь сосредоточиться. Вот, может быть, вот это вот не определять родителям ребенку, ты должен быть шахматистом, или штангистом, или таксистом, или министром, а как-то давать ему возможность, чтобы, как говорят, все цветы взращивались, и там он как-то себя быстрее найдет, когда много у него есть возможности самосопоставления. Ну, я немножко, может быть, по древу растекаюсь, но вопрос вот этого. я могу дополнить устранение самоограничения, это не песня про папа психопата, папа может, папа может, все что угодно, да, а в данном случае как раз по большей части снятия границ, вот, тех самых границ, которых я говорил, ментальный гельминт, границы, которые вот человеку даны, значит, он понимает, это нарушать нельзя, потому что если ты нарушишь это, ты будешь в глупой ситуации, допустим, да, или что-то случится страшное, что-то будет плохое, если ты будешь поступать по-другому, не так, как в этих установках записано, то есть это по возможности расширения своего жизненного пространства, раз, второе, это отсутствие боязни мечтать, на самом деле это очень серьезно, потому что часто детей отучают мечтать, отучают быть самостоятельными в чем-то, быть уверенными в чем-то, они не уверены, и сейчас, если мы берем современную школу, она перегружена лишней информацией, огромное количество информации, очень много ответственности, много экзаменов, итог какой, какой итог, большой перегруз, постоянный стресс, будут они любить школу, нет, я понимаю, если мы вспомним о гимназии 19 века, муштра то же самое было, очень похоже, да, и мы говорим, что какие люди вырастали, вырастали, но у них не было детства, и они сами об этом писали, не было детства, вот, и сейчас мы получаем то же самое, когда наши школьники тоже детство вроде бы имеют, но детства нет, и это получается очень грустно, потому что когда-то они должны будут его реализовать, вот смотрите, наше общество сейчас становится более молодым с точки зрения того, что, допустим, тот же самый человек, да, 30 лет в 19 веке считался уже достаточно зрелым, да, сейчас 30-летний, это еще молодой человек, условно говоря, или девушка, да, это вот очень забавно воспринимать, потому что у нас возраста сместились очень серьезно, если мы вспомним Штефана Цвайга, в его воспоминаниях европейца, его последнем труде, который он написал «Предсмерти», как раз он писал, что 19 век был связан с тем, что быть молодым было стыдно, поэтому молодые люди изначально старались выглядеть более старшими, потому что иначе никак, им нужно было возревать, пока они не достигнут сорока пяти, они не могли получить никакой должности, потому что были слишком юны, вот этот момент был важен, девушки тоже старались выглядеть более зрелыми для того, чтобы какое-то уважение к ним было, 19 век, если посмотрим на дегеротипы или на фотографии того периода, они очень все взрослые любят, я молчу по поводу военного периода, там люди взросли и не от этого, там другая история была, или возьмем, допустим, юристов, молодой юрист, или вот в реальном случае девушка-адвокат, окончила университет, и клиентов нет, почему? Потому что слишком юна никто не идет, она стала искусственно себя состаривать, и только после этого клиенты пошли, то есть это тоже была очень забавная идея, кстати, хорошая писательница оказалась, вот здесь возможность убирать эти границы, и вот вы верно сказали, вот это вот возможность стать всем, что такое самоактуализация, это возможность человека стать всем, кем он хочет стать, то есть самореализация себя в разных сферах, в разных областях. Свой годность была у меня из серии психотерапии, отдельная лекция, которая называлась самоактуализация и интеллигентность. Я просто объясню, американское понимание самоактуализации, вот я когда рассматривал, как выглядит самоактуализированный человек по Абрахаму Аслову, допустим, на самом деле в России не очень сильно понятен, это более напоминает, ну, я бы сказал, эксцентричного персонажа, от которого можно ожидать чего угодно, но самое главное здоровье от него я бы ожидать не стоит. Вот, и несмотря на все примеры самоактуализированных личностей в нашей истории российской, мы ни одной самоактуализированной личности назвать не можем. Мы можем назвать селфмейтмэна, это, допустим, Ломоносов, Михаил Васильевич, как человек, который сам себя создал, отнюдь не самоактуализированная личность, почитайте его вирши. Эти вирши можно пытать, на самом деле. если во многом гениален, то с точки зрения вирши, это период до Пушкина. Пушкин придал нашему языку легкость, нашему стиху легкость. А вирши Ломоносова это очень чугунные произведения, которыми, в принципе, можно очень сильно портить слух, музыкальный слух, когда вы читаете эти стихи, условно говоря, стихами, конечно, это вирши. Но во многом безусловно это гениальный человек, но не самоактуализированный. А в России есть такое понятие, как интеллигенца, итальянский термин, образованный словом называется. Но у нас есть интеллигентный человек и интеллигентность. А есть интеллигенция. Интеллигенция это, господи, человек с корочкой, с дипломом в высшем образовании. Условная интеллигенция. Но интеллигентность это то, что формируется постепенно. И на самом деле таких людей у нас не очень много. По маслу, допустим, самоактуализированных людей тоже не очень много. Набрал чуть больше соревнований самоактуализированных людей за всю историю человечества. А вот интеллигентных людей реально мы можем назвать тоже единицей в определенной степени. Я не буду сейчас называть, а то будут говорить о пристрастии, но так далее. Но просто я знаю и даже лично общался с такими людьми, которые были настоящими интеллигентами. На самом деле это очень непросто. Мало того, у российской интеллигенции есть еще интеллигенции, не интеллигентные люди, здесь нужно их разделять. Есть одна нехорошесть. Они всегда в позиции по отношению к любой власти. В любое время, в любом столетии. Если внимательно посмотрите, власть меняется, интеллигенция снова в оппозиции. То есть это вот особенность. А интеллигентный человек, это немножко другое. То, что взращивается, это возможность человека быть тем, кем он хочет. И быть разным, разносторонним. Вот один из моих проектов назывался «Другие грани». Почему? Потому что одной грани у человека не может быть. Он многогранен всегда. И это особенность человека раскрывать. Вот когда-то своему коллеге, доктору экономических наук, я, надеюсь, я, наверное, лечу себя, немножко направил его на написание сказок. Он стал писать потрясающие сказки. доктор экономических наук, профессор, стал писать детские сказки. Стал сказочником, причем профессиональным сказочником. И очень интересно на самом деле у него это получается. Вот еще одна грань, которая стала у него развиваться. Часто люди эти грани в себе забивают, боятся, стесняются, боятся выглядеть как-то не так, что на них будут смотреть и коситься, осуждать и так далее. На самом деле возможность позволить себе мечтать, позволить себе ставить цели и достигать их, получать от этого удовольствия, это то самое, о чем мы с вами говорим. Вот они цели. Вот век интернета как раз-таки вот это расширило эти возможности, потому что сейчас очень много людей и нейрографикой занимаются, и чем только они занимаются, потому что они видят, раньше не могли видеть вот так много. Вот это есть преимущественная часть современного интернета. В нем есть много разных частей, как в любом мире. Много-много, конечно, я имею в виду развития, да. Люди стали заниматься самообразованием, что очень важно. Самое главное, что сейчас интернет, это возможность не отупить, глядя в наше телевидение, а телевидение это реклама, да, и это дискретное восприятие, а интернет все-таки дает возможность смотреть то, что человеку важно, интересно и нужно, и в этом действительно много преимуществ, что любопытно. Мне, вот когда периодически пишут, я ваш ученик, я спрашиваю, а где я вам преподавал? Человек говорит, я ваши лекции смотрю, ну, это не ученик. Я смотрю, я смотрю. Мне очень интересно, я очень нравится и всем рекомендую. В данном случае по поводу целей действительно важно. Целей должно быть несколько, достижение целей должно давать результат какой, в первую очередь ресурсный. Когда человек достигает цели, он понимает, что это для него ресурс. Если он в это вложил душу, то тот продукт, который он получает в результате, он ресурсен. То есть в любом случае он к нему возвращается, он для него важен. Здесь есть слабая сторона. Потеряв этот продукт, человек потеряет себя. Да, он как говорил, рукописи не горят, но на самом деле горят. Вы можете вспомнить о Гоголе, который сжигал, да, второй тон и так далее. Но в данном случае человек, который теряет предметы своего творчества, результат своего творчества, об этом писал еще классик американской психологии Лиам Джемс, он теряет себя, потому что это часть этого человека. И это действительно важно. На языке октунгского это хронотом, один из хронотом, который он создает. Кстати, в скором времени мы будем записывать Сангельфьемы Я еще хотел, позвольте, походу хотел сказать, что и каждый человек более свободен в области своих способностей. Вот за гранью своих способностей ему все делать удается с большим трудом, потому что ему там природа его собственных способностей меньше помогает. А там, где он попадает в русло своих способностей, как он там прекрасен, как он там раскрепощен, как вот... И вот поэтому, когда мы смотрим на способного человека, который вот так вот развивается, он там движение делает, и всех это радует. А когда он вне области своих способностей, ему приходится насилие над собой делать, притворяться, играть не свою роль. Это как актер не в своей роли. И вот самое главное, чтобы человек попал на свое место в жизни. Но зачем мне врачу идти в мединститут, если он не врач от Бога, как говорится? Вот это вот несоответствие между целью... Допустим, он пошел в мединститут для того, чтобы получить диплом, совершенно не имея вот в душе вот этой вот сопереживательности, там чувство бесценности живого, способность сотрудничества, любовь. Если у него этого нет, ну какой из него врач может получиться? А пошел только потому, что там, допустим, зарабатывать можно в частной клинике. Ну, к примеру, ну кто-то его уговорил. Вот это же вот, мне кажется, как замечательно, что вы первую часть рассказали вот о том, какие у нас ограничивающие убеждения бывают, и как они формируются у нас. И вы потом рассказали о том, как от них можно избавляться с помощью психотехники. И сейчас то, что мы вышли вот именно на такой вопрос, ну вы же его и определили как один из самых главных вопросов в жизни, цели полагания. Так он сам, оказывается, нуждается, этот вопрос, в такой более глубокой, осмысленной проработке, потому что не все же и понимают, что это такое. Я вот поэтому и вынужден был вас спрашивать сейчас, чтобы их себе разобраться. Потому что я мечтал о том, о том, о том. Мечтать это не вредно, а наоборот надо, потому что все миллиарды клеток мозга в этот момент работают синергично. Если человек перестает по каким-то причинам мечтать, он начинает невротизироваться, болеть и так далее. Это правильно. Ну, как понять из этих мечтаний, как это сформулировать себе цель в жизни? Ну, видимо, это заниматься то, чем человек хочет заниматься. Там, где он наиболее для себя эффективен. А, то, без чего он жить не может. Может быть такое? Ну, надеюсь, да. Я бы еще добавил здесь ориентироваться на примеры из других поколений, где тоже обязательно должны быть примеры. Это на сто процентов должно быть. Допустим, в моем детстве был писатель, к которому я сейчас отношусь по-разному достаточно. Но когда-то для меня он был исключительно интересен Сергей Алексеев и он как раз вот эти вот рассказы о разных исторических деятелях. Я понимаю, что тогда он стал детским писателем больше, это как раз для моего возраста тогда были произведения. Да, но вот вот это восхищение Суворовым, допустим, откуда пошло? Благодаря его произведению, да, как раз он помогал взращивать это особое отношение. Да, вот эта неординарность Суворовская, которая меня очаровывала всегда. Вот некоторая эксцентрика, но с другой стороны действительно гениальность, которая, ну, во многом проявлялась. но дело не в этом. Просто потом у Алексеева стали чуть-чуть другие произведения писаться, вот, и там уже начались некоторые изменения. Но время поменялось, человек меняется. Здесь я просто немножко допомню, есть такая шутка, может быть, не совсем уместная. Знаете, как заставить проктолога плакать? Нет. Просить его, скажите, а кем вы хотели быть в детстве, кем вы мечтали быть в детстве? Хорошо, да. Я не знаю, проктологам не нравится, честно, я эту шутку проктологам говорил, мне нравится. Я понимаю, я понимаю, да, я понимаю, я знал профессора проктолога, да, он серьезно к своей работе относился, очень серьезно относился, потому что это очень актуально у меня генеральный директор в Армении говорил, задный мост чинить. Он говорит, задный мост чинить, да, но как-то, но у меня генеральный директор был тоже гениальный, ни одного слова без живого образа. Вот такие люди, вот я вот замечаю, вот эти люди, которые нашли свое место в жизни, которые на самом деле реализуются именно в области своих способностей, они с юмором у них в порядке, из головы больше, в порядке, а вот те, которые не на своем месте находятся, вот как раз таки вот мне кажется наш разговор необыкновенно важен именно сегодня, и именно сегодня, когда интернет дает возможность многостороннего саморассмотрения человека попробовать себя и в той области, и в этой области, и в этой области, да, мне кажется, вот сходятся сейчас вот возможности интернета, разностороннего взгляда на себя и на жизни. И вот как раз-таки эта идеология, о которой мы говорим, ищи себя, ищи себя, пробуй так, пробуй так, пробуй так. То есть мы как бы развегаем вот эти вот, из этих ограничивающих убеждений идеологически выходим, что человек на самом деле должен быть самим собой. Должна быть влюблённость, то есть человек должен видеть примеры людей, которые влюблены в свою профессию. Когда это будет, они будут иметь смелость, ставить тоже цель и их достигать. Если подобных примеров нет, они будут этого бояться. Помните, в своё время Эрик Эриксон написал, что старики не должны бояться смерти для того, чтобы молодые не боялись жить. Это очень важный момент отношения жизни-смерть весьма специфично, но здесь этот момент очень важен. Если мы видим, что в старших поколениях есть влюблённость в свою профессию, это уже очень важный образец, это уже цель нет. Допустим, стать как он или, может быть, сделать что-то, продолжить его какие-то устремления, продолжить его направление. То есть это тоже очень важно. Кстати, в ближайшее время как раз у меня запланирована отдельная лекция. Ну, вот несколько лекций у меня имеют очень странную историю. Я их... Они уже записаны, но записаны для арабского вещания. То есть они выходят на арабском языке. То есть они по-русски у меня не были опубликованы, но уже арабам известно. То есть, а потом их сделают стенограмму и передадут мне с точки зрения текста. Ну, я надеюсь, это будет так. Но вот есть отдельная тема, которая мне здесь очень интересна. Вот. А здесь вот будет на русском языке одна лекция, которую я очень хочу записать. называется она «Вирус гениальности». Интересно. Она очень, я бы сказал, одиозна, наверное. Вот. Для арабского вещания есть еще одна лекция, которую я хочу. Ну, тему нашей беседы. Такую там беседу. У меня очень интересный собеседник. Он сириец. Ну, такой очень интеллигентный мужчина. Вот. Он билингвален. Он полукровка. Вот. Наполон русский, наполон сириец. Но это очень интересно. Всегда вот эта взаимосвязь культур, взаимоотношения культур. И вот отдельная тема, которую мы когда-то с ним определили, это, допустим, еврейство, еврейские вопросы психологии. Правильно сказать, еврейство и психология. Обратите внимание, у нас очень много талантливых и гениальных психологов именно имеют отношение к этой национальности. Отнюдь это не с точки зрения семейства или антисемейства, а в первую очередь по поводу моделей поведения. Там у меня есть несколько довольно интересных подходов с точки зрения этих моментов. Это немножко попозже будет. Или, допустим, мусульман своей психологии. Тоже тема весьма специфическая. Я не буду ее на русском языке публиковать. Интересно. Дело не в этом. Но она на самом деле очень давно меня интересует и очень приятно, что как-то вот все складывается так, как когда-то мне было интересно. То есть вот по интересу как-то. Вот нас жизнь сталкивает, а вот постепенно это развивается. Но обычно все так, наверное, должно, не знаю. Может быть, просто безусловно повезло. Но в данном случае вирус гениальности тема будет очень одиозной, потому что гениальность отнюдь не очень хорошее такое явление. Кстати, восьмого сего месяца я как раз выпущу первый ролик ответа на вопросы читателей сайта, зрителей, читателей и так далее. И там опять по гениальности написали. Вспомнили одного гения, слава богу, что он застрелился. Гениальный мальчик, это вот Томаннингер. Я всегда говорю, слава богу, что он застрелился, потому что я знаю, о чем я говорю. Есть у меня отдельная о нем лекция. Помните, как раз весьма специфическая тема, тема пола и вот эта жена ненавистничества, там у него сильно было проявлено. Застрелился в довольно юном возрасте, в 1902 году. Но то, что он гениальный, это правда, но под конец уже было много проблем. Просто гений иногда это и проблема для близких, проблемы для окружения. То есть не всегда это просто человек, который светится. Мы с вами говорим о самоактуализированных людях. И еще одна тема, достаточно важная, которая обязательно у человека должна быть, помимо целей, которые он должен, не то, что должен, может для себя ставить. То, что должен, должен ставить, конечно, само по себе, это тоже социальное чувство. Оно либо сформировано, либо нет. Ну, кто-то вообще никому ничего не должен и считает, что так нужно. Повторюсь, это социальное чувство. Сформировано оно или нет, зависит от семьи, от общества, в котором человек воспитывался. То есть это тоже важно. Но на самом деле очень важно, помимо того, чтобы была возможность мечтать, убирать границы некоторые, когда тебе люди эти границы ставят, то есть возможность видеть несколько шире того, как тебе вот эти шоры ставить на глаза, за шорами. То есть когда-то у лошадей ставили шоры специальные ограничения, для того, чтобы они смотрели по бокам. Обычно это была центральная лошадь в тройке, ну и у тех, которые по бокам, тоже ставились боковые шоры. Вот за шорами, она всегда довольно опасна для человека, желательно видеть несколько более широко. И в данном случае, когда мы ставим цель, еще одна тема должна быть очень важной, которая, кстати, очень подробно распорена у Липольта Сонде, это тема веры. Тема веры сама по себе тоже очень такая специфическая, потому что мы знаем, что есть люди верующие, есть люди религиозные. Религиозные те, которые исполняют некие обряды, понимают, что это нужно, но самое главное, не совсем разбирается в этом. Хотя именно, когда мы говорим о оскорблении чувств верующих, это как раз религиозных оскорбляет и неверующих, потому что верующий живет в соответствии со своей верой и от других этого особо не требуют. Жить в соответствии со своей верой это наибольшая свобода. А религиозный человек требует от других соблюдать некоторые требования, обряды и прочее. Их-то оскорбить можно. Но я всегда так определяю людей, что тот, кто верит, он живет в соответствии со своей верой. И по его результатам как раз люди и видят эти... Ну вот по платам вы увидите. А в данном случае у Сонди в одной из лекций я рассказывал о его биографии. Отец у него был довольно религиозный. И это, пожалуй, было его главное преимущество. Других у него не было преимуществ, к сожалению. Но важно то, что Сонди действительно у отца научился видеть подтексты в Священном Писании. Ну, в первую очередь, в Тории, разумеется. Но не только. И здесь он обратил внимание на то, что человек без веры в принципе теряет себя. То есть потребность верить это тоже очень важная способность и важная потребность, которая у человека изначально обязательно должна быть. И судьба магии, судьба анализа Сонди как раз изиждется на вере. То есть вера должна быть. И когда мы говорим, что теория и практика Сонди это более мировоззрение, это действительно так. Это не учение, это не просто научное направление. Это мировоззрение. Это мировоззрение включает в себя помимо всего прочего элемент веры. А наука часто веру отвергает. Потому что есть знания, есть вера. Но любой врач скажет, что когда тот же самый врач или пациент не верят в ремиссию, то в принципе результат достигается немножко иного на самом деле. Так часто бывает. Вера, она обязательно должна быть. И вот здесь вот Сонди так объясняет, что человек обязательно должен опираться на божественное некое составляющее, то есть доверие этой составляющей божественной и понимание того, что он является частью чего-то большего. Нет, мы, конечно, помним в изумранной книге Гермеса Тресмегиста было сказано то, что внизу подобно тому, что наверху, а то, что наверху подобно тому, что внизу. Да, микрокосм, макрокосм или, допустим, человек создан по образу и подобию Божьему. Та же самая история. То есть мы, конечно, являемся частью чего-то более глобального, более масштабного и, безусловно, навряд ли божественную сущность имеет смысл антропоморфизировать, что мы часто любим делать сказки, когда описываем животных. У нас животные ведут себя как люди. Да, вот леса, волк и так далее, медведь, наделяем их какими-то качествами. Часто и божественную сущность тоже наделяют человеческими какими-то чертами. Мы не знаем, кто это, что это и так далее. Но один из моих любимейших ученых это как раз довольно интересный персонаж. Есть у меня отдельная лекция, так она называется, фрактальная геометрия мира Бенуа Мандельброда. Мандельброд, ну, на самом деле, Мандель это Мендель, Брод это брат, брат Манделя, сразу понимаем национальность, а Бенуа это Бенджамин или Вениамин. То есть, тоже понятно, соответственно, жил во Франции, но для нас он известен тем, что он действительно гений, простой и скромный гений, программисты IBM, который когда-то открыл вот эти фрактусы, фракталы кривые, из которых, в принципе, открыл то, что вселенная наша, и макромир, и микромир состоит из фракталов, из фрактусов. И когда он, как математик, который изначально занимался теорией хаоса, понял, что в хаосе есть система, только подход к хаосу должен быть немножко иной. И когда ввел это в некоторую графику, получились удивительные картины. Фракталы в интернете найти элементарно. И действительно, мы, если внимательно посмотрим, не золотое стечение, как когда-то Леонардо Давидович нам говорил, а именно фрактусы, из фрактусов, из фракталов состоит весь наш мир. И космический мир, и микромир, и наш мир, безусловно. Это все фракталы. И вот когда он эти фракталы описывал, он писал, что на самом деле за всем этим кто-то стоит. Это однозначно присутствует. То есть он тоже о божественной сущности указывал, как математик, что явно это не из ничего образоваться не могло. Это тоже очень важно. Ну, Эйнштейн об этом же говорил. То есть здесь тоже много моментов очень важных. Я не о том, что... Кто-то стоит или что-то стоит. Есть некая сущность, кто-то стоит. Ну, мы не знаем, как это назвать, но явно что-то творческое, явно то, что создало это. То есть создатель явно на личности. Кто-то запустил этот механизм, кто-то запустил эту машину. Запустил в медицинском плане, а скорее в механическом плане. Да, что развитие пошло. Потому что запустить в медицинском плане означает упустить возможность, да, упустить возможность. Как все запущено, как медики обычно говорят. Я шучу, конечно. Значит, в данном случае есть очень важный момент. Смотрите, когда человек теряет веру, вот Сонди вводит такое понятие, как партиципация. Партиципация – это потребность почувствовать единение с Богом, почувствовать себя частью божественного, частью божественного творения. Вот радость от красоты мира, радость от гармонии мира. Это уже часть божественного мира, на самом деле. Так он это объясняет. Но в ряде случаев человек хочет чувствовать подобное, переживать подобное состояние, но, к сожалению, не понимает, как это делать. И здесь он начинает выбирать для себя эрзац-объекты. Что такое эрзац-объекты? Это некоторые полуфабрикаты, некоторые замены потерянной целостности. И допустим, когда человек отрицает в действительность окружающей его, он погружается в фантазии, в другую реальность. Допустим, в исторические некоторые переработки. Часто популярная тема, как раз именно попытка восстановить какие-то битвы и так далее, когда люди одевают. Запамятовал это слово исторические. Я думаю, что понятно. возвращение какой-то другой эпохи, другому миру и так далее. То, что было 100 лет, 200 лет назад и так далее. В данном случае это потеря реальности. Человек создает для себя новую реальность, другую реальность. И в этой реальности живет. А современную реальность отрицает. То есть здесь это эрзац-объект. Какой еще эрзац-объект может быть? Это человек, который, допустим, отрицает реальность, выстраивает для себя свой мир символов, идей, ритуалов, живет в них. Из него получается философ, полит-художник, эзотерик. Но мир, внешний мир, настоящий объективный мир, он не принимает. Это тоже эрзац-объект. Потому что это некоторая односторонность. В любом случае односторонность. Или, допустим, человек невротический, нервотического плана. Невротик что делает? Он, во-первых, включает в жизнь некий навязчивый в некоторых ситуациях, делает жизнь свою более предсказуемой, более программируемой. А постепенно предсказуемость становится его спутницей. И это тоже эрзац-объект. Потому что человек, который предсказуем полностью, это тоже попытка почувствовать некое единение с божественным. Получается так, что это костыль, который толком не помогает. Человек, который уходит с головой в науку, это тоже эрзац-объект. Потому что это классический сухарь, как мы называем. Кстати, здесь прошу обратить внимание. Есть такой термин, который называется юмор. Вот юмор. Юмор, если буквально хумор. Что такое хумор? Гуморальная теория. Жидкость, совершенно верно. То есть жидкость, некая жидкость. А когда мы говорим с чувством юмора, это человек подвижный. То есть человек, у которого подвижный мозг. То есть хороший интеллект. Люди с низким интеллектом шутить могут, но это шутки очень специфические. Такие, понятные только им сами. А как мы называем человека без чувства юмора? Сухарь. Вот, пожалуйста, хумор, как жидкость, и, соответственно, сухарь, когда хумора нет. Та самая история. Вот. И здесь эти RZ-объекты бывают довольно разными, но они, базовая их задача, во многом заменять, то есть давать некие костыли для того, чтобы человек немножко почувствовал себя целостным. Почему я говорю, что заменять себя RZ-объектами, допустим, человек прекрасный механик, а не более того, возможно. Но одной грани у человека быть не должно. То есть должно быть несколько граней, несколько направлений, несколько интересов. Что самое интересное, любой человек в своем сознании создает свои категории пространства, свои категории времени, свои категории причинности, свою логику, свое объяснение. То есть каждый человек это делает. Кто-то объясняет просто, как я обычно говорю, есть люди, которые при помощи трех слов и их склонений могут объяснить основу мироздания. А есть люди, которые вполне имеют хорошие сломарные запасы, могут это делать немножко по-иному. Забыл, это слово историческая реконструкция, то, что я говорил, это те, кто занимается исторической реконструкцией. Соответственно, здесь бывают разные варианты, но вера, это, как Сонди сам говорил, вера, это особая судьба, построенная на коллективных общечеловеческих склонностях, могучий импульс, который придает специфические наследственные задатки во всей мощи и величии. Перевод, конечно, с немецкого тяжеловатый, но самое главное, биологически врожденная человек должен верить в эту божественную сущность и просто-напросто доверять не только себе, когда человек доверяет только себе, он пробует собой заменить божественную. Когда человек доверяет божественному, он обретает... Позвольте, я для наших зрителей и слушателей скажу, что сейчас речь идет о том, что Дмитрий Анатольевич рассказывал эту структуру психоощущения, мироощущения, мировоззрения, Сонди, потому что он так увлекательно Дмитрий Анатольевич рассказывает, что кто-то может быть, который еще не в теме, решит, что именно так и надо смотреть на все эти вещи, что это точка зрения Дмитрий Анатольевич. Нет, он говорит о структуре мироощущения Сонди. Я правильно говорю, да? Да, это липот Сонди, но он для нас на самом деле удивительный пример ученого, который включил мировоззрение в науку. Вот чем он мне дорог и близок и интересен, потому что это исключение. Вот. И по Сонди, соответственно, еще один разорваться объект, допустим, человек, который включает идеологию в основу, да? Идеология часто тоже на самом деле человек очень сильно обрубает. Или, допустим, когда включает вредовые какие-то ситуации. Ну, часто бред бывает бытовой разный, вот он говорит тоже. Это тоже разорваться модель, когда человек бредит, осознанно или неосознанно. Это тоже некая разорваться объекта того, что он хочет как-то обрести некую целостность, но это целостность весьма много оказывается. Хотя опять у Бога, у Бога, да, вот, опять же, очень все похоже. Дальше. По сонде сначала он это назвал лебитотропизм, а потом немножко с того иного называть. Вот это генотропические пути, то есть у каждого человека, когда он не делает осознанный выбор, есть несколько вариантов выбора в своей жизни. Этот выбор на самом деле не его, это часто от его лени, происходит от его непонимания ситуации, недоверия, неверия в себя, неверия в жизнь и так далее. Он выделил всего несколько таких базовых тропов. Первое, лебитотропизм, допустим, выбор брачного партнера или полового партнера, который, в принципе, обусловлен их генетической схожестью. У русских все в поговорках рыбак-рыбака, дурак-дурака, кунака-кунака видит издалека. Здесь все совпадает. Русские поговорки я очень люблю, они очень точны в данном случае. В принципе, очень много я через поговорки объясняю русский. Социотропизм, выбор друзей, то есть тяготение к людям со схожими рецессивными генами. Что такое рецессивный ген? Сначала, когда он один, он никак себя не проявляет, а когда их два, они начинают срабатывать и очень сильно проявляют себя. Подобное притягивает подобное совершенно верно. Третье, оперотропизм, выбор профессии или увлечения схожего по деятельности с тем, что в его генетике заложено. Морботропизм, довольно специфичный выбор болезни, то есть возможность заболеть только определенным типом заболевания или конкретным заболеванием, это может быть соматическое, психическое заболевание и так далее, которые уже были в его роду. То есть это обусловлено в той или иной степени. И, наконец, тонатотропизм, который, кстати говоря, в сонде своей биографии точно подтвердил его супруга тоже, они умерли в один год. Вот, это тонатотропизм, выбор способа смерти, то есть причина наступления смерти, естественная смерть или, допустим, смерть неестественная, убийство, самоубийство, несчастный случай, военные действия, катастрофы, стихии и так далее. То есть повторение судьбы предков, иными словами. Вот всего несколько троп. Пять троп человек может выбрать, когда он для себя не выбирает осознанность. Вот когда все-таки появляется вера и осознанность, тогда по сунде человек должен выбрать еще несколько очень важных компонентов. Первое, смотрите, это тактика. Что такое тактика? Это способ поведения в определенной ситуации для того, чтобы оптимально, быстро принять решение, оптимально, быстро оккупировать какую-то ситуацию или быстро отреагировать. Тактика, тактический момент. Второе, это управление, то есть система правил, норм, законов, которые регулируются и которые жестко выполняются. Когда есть правильное управление, человек способен решать ту или иную ситуацию. Третье, это условия. Условия, действительно, это очень важно. Это условия жизни, окружающая среда, это семья, это воспитание, географическое положение, религия, религиозная привязанность, если она есть. Это некоторый временной интервальный промежуток. Вот мы сейчас живем в довольно, ну, такой тяжелый интервальный промежуток военных действий, это как раз сюда, это тоже интервальный промежуток, который отличает нас от людей мирного времени. Мы с вами живем в промежуточный период, еще не война, но уже не мир, но уже военные действия. Да, вот это вот и есть интервальный такой промежуток. Дальше сюда относятся и исторический период, он меняется каждые 10 лет и действительно мы радикально отличаемся от себя самих десятилетней давности, двадцатилетней давности и так далее. То есть, действительно, мы меняемся довольно много, это и школы, университет и так далее, и идеология, и обычаи, то есть, это условия. И, наконец, последнее, что очень важно для человека, это философия. А философия это основа всего, сюда входит принадлежность к субкультуре, это религия, это убеждения, это традиции, это поговорки, это фольклор, это традиции, то есть, все, что условливает мировоззрение человека. И так, еще раз повторюсь, тактика, управление, внешние условия и философия. Вот четыре основных таких вот столбана, которых стоит личность самостоятельная, которая может что-то делать, которая, ну, это можно обучать, безусловно, обучать. Хотя, если внимательно посмотреть, философия, даже, обгопотусы, вульгарис, только своя. А если мы посмотрим на условия, они тоже есть, но вот управление и тактика, это уже то, чему можно обучать отдельно. То есть, это то, что профессионально формируется, то, что формируется в процессе жизни. Кто-то это формирует на основании собственного опыта, кто-то на основании чужого опыта. Ну, любой опыт, конечно, довольно ценен, но все-таки каждый выбирает для себя свой способ познания, да. Вот четыре столпа и базовая это вера. Первый участие вера в некое божественную составляющую. Здесь можно богом не называть вера в нечто божественное, что в каждом из нас есть. То есть, это вот то, что связано с самоактуализацией. Самактуализированный человек без веры это человек, который более работает с разособъектом. Тот, который хочет быть кем-то, но на самом деле основу не видит. Это то же самое, как слепой философ, который, помните, как раз слепой философ трогает слона, да и каждый говорит о том, что есть слон. Вот привленно та же самая история. Божественность это сопричастность к чему-то большему, да, божественность? Это сопричастность к чему-то большему. Да, здесь, конечно, можно сделать выход на трансперсональную психологию, которая в нашей стране имеет очень своеобразную историю, но сама по себе она очень интересна и очень важна. Это имеет отношение к русскому космону. Можно вопрос? Сопричастность чему-то большему у человека, вот, например, к семье, к роду, к племени, к государству, к человечности, к человечеству. то есть к чему-то, и вот чем шире масштаб мышления, тем, соответственно, у него шире сопричастность, да, вот люди, которые болеют только о себе, люди болеют не только о себе, люди болеют о семье, люди болеют о стране, люди болеют о человечестве. Нормальный человек, наверное, сопричастен к человечеству в целом тоже, правда? Потому что, если он ограниченно сопричастен, если для него божественность, это, допустим, кумир какой-то, вот, золотой божок там, или статуя какая-то, или вот он влюбился, и всё в божественном свете окрасилось. Вот здесь я хочу понять, у Шонди как вот имеется в виду, когда вера имеется в виду, чувство сопричастности к чему-то, он имеет в виду сопричастность к Вселенной, божественность у него, или я сбился, сбился с пути, вот в данном случае. Вы не можете меня немножко поставить на путь по Сонди, по Сонди, что он имел в виду, вот, вера. Вот я полагаю так, что если религия открыла веру в Бога, то наука саморегуляции открывает веру человека в собственные возможности. Ну, к примеру, вот так. Я тоже занимаюсь вопросами порядок, хаоса, и вот я понимаю, у меня там методики, самые последние, которые дают посекундный эффект сброса стресса, выход на состояние, безмятежности, с помощью хаотичных действий на уровне глаз, на уровне тела, хаос, 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 и потом он выходит после действия на безмятежность, на глубокую душевную безмятежность, и там он, он как бы тоже соединяется с бесконечностью, с безвремением. И вот если, к примеру, атеисты есть, и люди действительно ритуалы совершающие в какой-то религии, там, иудаизм, допустим, ислам, там, или буддизм, там, или еще что-то. Ну все это вот, все это очень важно и интересно. Я в этом смысле сказал, что я тоже занимаюсь, вот к примеру, я считал себя атеистом, но у меня тоже была какая-то встреча, как бы на пике такого перенапряжения, встреча как бы с Богом, с бесконечностью на пике напряжения, и потом, если бы я полностью потерял критичность и не был бы студентом мединститута, я бы потом ходил, знамя взял бы и ходил бы всех, уверял в том, что вот так вот оно есть, оно есть. Потом я разобрался, что со мной произошло. Ну это уже отдельная беседа, это очень интересно. И вот тут вот момент такой обожествления, чувство сопричастности по сонде, когда человек обожествляет, когда он сопрягается с чем-то большим, что он есть, это род, семья, племя, человечество. Я сказал, что он нормальный человек, наверное, болеет не только о себе, но и о близком, это есть любовь, близкому, то есть сопереживательная способность. Ну и вообще нормальный человек, наверное, критерий нормальности, это болеть, поскольку он живет в человечестве, то есть болеть о человечестве, а не только ограничиваться семьей, страной и так далее. Поэтому в этом отношении широта мышленности, масштаб личности определяется, видимо, что он болеет не только о себе, потому что если человек будет болеть о себе, он один и останется. У меня такой афоризм есть. Вот где-то здесь, что я имел в виду, когда говорил о своем личном опыте, что у меня тоже порядок хаоса, вот эти вот, когда я пытался научить человека решать многозадачник какой-то, когда у него много проблем одновременно навалились, а ему надо не растеряться, как-то это все интегрировать быстро, мгновенно, то я придумал формулу ФА, это формула автоматизации начатого действия. И там как раз таки, чтобы выйти из этого состояния хаотичного мышления, состояния глубокой безмятежности, бесконечности, вот это приобщение к чему-то большему, вот этому беспредельному, где нет ограничивающих ни стереотипов, ни шаблонов мышления, ни авторитетов, ни страха, где ничего нет, где есть такая безумная глубина и высота вот этой бесконечности, что по существу может быть и называется Бог, если убрать там понимание рая, ада, бесконечности жизни после выхода из тела, ну, короче, если это все убрать, то для человека может быть вот это вот переход из стресса состояние в состоянии глубокой безмятежности, я придумал тогда методику хаотичного действия на уровне глаз, и потом хаотичного действия на уровне тела посекундное, после чего, после действия, когда он выходит на состояние глубинной безмятежности, безвремения, и там решают какие-то вопросы, и все это можно, если он находится в режиме реального времени, то получается, он может за счет этих быстрых действий посекундных буквально, в общем, пообщаться с бесконечностью в течение минут, минуту, пообщаться с бесконечности и там найти неординарные решения для тех вопросов, которые многозадачник его нахлобучил, как говорится. То есть, это я очень сейчас непонятно говорил, хаотично, ну, по крайней мере, как бы брызгами и так набросал широкими мазками, о чем мы можем еще и поговорить потом, в следующие разы. Но сейчас, возвращаясь к тому, что говорил Сонда, с ваших слов, о вере, о сопричастности к бесконечному человека, что вы разделяете религию и веру в этом отношении, я так понимаю, да, вот эта идеализация, когда человек с бесконечностью общается, обожествляет. Ну, вот я бы хотел, чтобы вы меня тут систематизировали, то есть, меня на путь поставили в плане определений, формулировок, потому что я, вот видите, запутался. вы знаете, я хочу, мы с вами вчера, когда общались, как раз об этом говорили, будет отдельная лекция, посвященная биографии Алексея Алексеевича Уртомского, как раз, где будут подробно описывать его основные положения, в том числе и с точки зрения веры, ответственности, то есть, это, на мой взгляд, будет более точно и более интересно, а вот с точки зрения, когда я говорил, вера и религиозность, это я больше так классифицирую, это не по Сонде, в Сонде там вера, она имеет более такой вот глобальный, да, вот масштаб, но вера ему и помогла, на самом деле, в его биографии помогала много раз, к сожалению, не его дети, вот к сожалению, так сложилось, что с его детьми там, ну, витал, это тематика, несколько, связанная со смертью, и оба ребенка, уже во взрослом возрасте, к сожалению, прямо, один прямо, вторая косвенно, но все равно ушли из жизни довольно рано, но Сонде удалось как-то не только доказать правоту своего подхода, но с другой стороны, доказать то, что в каждом поколении человек должен верить и должен стараться доверять чему-то больше, сын его, к сожалению, этого не смог сделать, дочь, защитив диссертацию по суициду, но, к сожалению, тоже не сильно была. Правда, и тематика, которую она выбрала, тоже весьма специфическая. Мне кажется, это уже был звоночек, на который отец внимания не обратил вовремя. Считается, что официально она просто умерла, а по факту в биографии ее немножко напоминает биография Льва Семеновича Вогоцкого. Ну, Вогоцкого была причина, почему он ушел из жизни, стараясь особо туберкулез не лечить. Но была причина связанная и с деньгами, что их было мало. Зимой, когда он ходил в осеннем пальто и в летних ботинках, это тоже сказывалось по многому. Но были и более объективные причины, потому что умер в 34-м году, в 36-м вышло постановление о педологических возвращениях в сфере наркопросов, где как раз пошли очень серьезные удары и по психодиагностике, и по психотерапии, и по психотехнике нынешней психологии труда, а потом еще и большее направление взяли, и психологи оказались под колпаком, условно говоря, в результате чего приходилось искать новые сферы, новые направления, в том числе и Александра Романовича Лури, которого лишили степени, он был кандидатом педагогических наук по психопедологии, так это называлось, педология объявлял же наук, и соответственно диссертацию обнулили, и он уже к 40-му году защищает кандидатскую диссертацию и становится кандидатом медицинских наук, то есть это вот таким образом пошло. Павел Петрович Булонский, который вышел в педагогику, и педагоги его с 36-го года считают великим педагогом, и педагогом он не был, и это большая ошибка, я в лекциях об этом рассказывал, что на самом деле совершенно не так, но он был довольно интересным человеком, очень сложным и довольно спорным, но все-таки ученик Челпанова, и Георгий Иванович Челпанова, и это на самом деле тоже показатель, кстати, Челпанов его и заставил доучиться до конца, довести до конца, Челпанова своя судьба довольно сложная и тяжелая была, основатель психологического института в Москве на Муховой дом 8, вот, это как раз наш Георгий Иванович, особая фигура, очень интересная, ну, ладно, не будем об этом, а то я ухожу немножко, вот, уже дальше начинаю идти, просто сегодня, вот, я хотел, ну, сделать такой доклад, что ли, небольшое выступление на эту тему, условно говоря, ну, слава Богу, это у нас с вами вышло в беседу, потому что, ну, на мой взгляд, это очень важно, то, о чем вы говорили, надеюсь, как-то мы постарались это, ну, дополнить, вы дополнили чем-то, я чем-то дополнил, и в результате получилось вот такая несколько тем, она на самом деле огромная, она очень огромная, ну, какие-то, ну, условно говоря, вехи мы обозначили, да, как-то границы поставили в этой теме некоторые, и определили, куда дальше здесь можно идти, вот эти, потому что она, она очень большая, здесь можно, я вижу это, русский космизм как один из вариантов, потому что русский космизм очень много связанного с этой тематикой, и нам он гораздо ближе, допустим, чем западные подходы, да, это и Вернадский, и Чижевский, это как раз туда больше идет, и это тоже очень интересно. И мы можем в следующий раз поговорить, да, об Ухтонском, потом именно о Вернадском, о Чижевском, мы можем немножко поговорить в следующий раз, да? Я думаю, что нужно, я думаю, что нужно, ну, Ухтонский, я его по привычке называю, скорее всего, это очень неверно, но вот у Алексея Алексеевича Ухтонского есть очень интересный подход, но повторюсь, я хочу сначала с его биографии начать, потому что человек очень необычной судьбы, Рюрикович, князь, да, советский ученый, что как-то очень сильно не клейся, но здесь был Капец, был Ухтонский, был Павлов, то есть это те самые столпы, на которых советское государство пробовало себя рекламировать, в некотором плане обозначать себя, и, конечно, здесь были свои нюансы, и то, что Павлову было позволено, не было позволено Бехтеревым, известно, что когда Бехтеревым, в 29-м, кажется, году спросили, какой диагноз вы можете поставить Джугашвили, он сказал, прогрессирующая паранойя, а потом он с Ленинграда поехал в Москву на конференцию, и там благополучно умер от инфлюенции, двухметровый богатырь умер от инфлюенции, вот гриппа, условно говоря, но посчитали, что это испанка, повторение испанки, обратно его везли в церковь гробу, дальше похоронили и зацементировали могилу, чтобы гомоцировать, нельзя было проводить, все это было очень странно, но на самом деле была римская поговорка, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, то, что позволено Павлову, не позволено Бехтереву, и, к сожалению, дальше это сказалось и на репрессиях в отношении семьи Бехтеревой, ну, а у Натальи Бехтеревой, я думаю, вы знаете гораздо больше, и это, на самом деле, удивительный человек, я бы с удовольствием вас послушал, в вашем общении. На встрече с Бехтеревой, мы немножко, так можно сказать, чуть-чуть дружили, да, я там в этом институте делал работу, то я расскажу с удовольствием. Спасибо вам большое, Дмитрий Анатольевич, я думаю, вы сегодня очень глубоко такой вопрос взяли, смысл, цели, это вообще, я каждый раз потрясаюсь, когда слушаю ваши лекции, и для меня честь большая, что мы с вами беседуем, как раз таки, потому что, если возможно, живем, задать вопросы, и, конечно, очень боюсь, что я немножко сбиваю, так сказать, своими вопросами, но так как вы вот так вот спокойно меня так в свою емкость вместили, и нисколько, так сказать, невозможно, мутились, я вам очень благодарен, и поэтому жду нашей следующей встречи. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Спасибо. До встречи.